Друзья, что-то нечто восстановленное. Что-то нечто восстановленное. Трактор Ярославец. Задняя навеска чуть-чуть, нет, одинаковая. Тот же самый Т-150. Тот же самый, тот же самый восстановленный. Сейчас спросим, что по ценам, сколько мы имеем, что мы имеем. О, даже подножечки почти точно такие же. Ага, публицовочка другая, фильтр перенесённый, зеркала. Зеркала. Передняя навеска, что ли. Ничего себе. Что тут у него? Двигатель 238, лошади 240, тубированный, наверное. Что тут мы ещё имеем? Топливный паб 430, частота вращения, производительность насоса 100. В общем, народ, это какой-то Ярославец. Сейчас мы у него расспросим, что это есть масса эксплуатационная. 8,460, как я и раньше слышал. Ленечка, облицовочка прикольная. Только немножко гнить начала, но это ничего страшного. Ничего страшного, мы же не на новой технике, правильно? Ой-ёй-ёй. 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 Что тут ещё? Гидробаки сюда поставили. Карданчик прикрыт, чтобы масло не капало на него. Что тут мы ещё имеем? Кабинку. Кабинку посмотрим. Изделие. Именно не трактор, а изделие написано вот так. Так, по кабине. Тут получается у нас обычный от этого ремень. Как же защитный. Ой, к сиденье. Какая-какая форточка. Большая. Какое. Надо усилие приложить, чтобы её открыть. Ну, наверное, с двух рук надо открывать. Люк поставили. Кондиционер. Тут уже не китайский. Тут написано по-русски. Кондиционер. Тут у нас КПП. Так. Тут а-ля, гляньте, какие поставили. Ого. Раз, два, три. Что это? Четыре, пять, что ли. Аптечку поставили. Ну, отечественная. Сейчас, если дверь закрыть, я думаю, форточки закрыть. Мы будем слушать, как люди разговаривают. Но это ничего страшного. Так, это обычная. Подожди, это не 150-овская вроде. Или да. А где тогда ещё рычаги? Ручник. Как неудобно расположен. Как она опускается, не пойму. Это кто? Аварийная остановка двигателя. Ух ты ж. Чё их тут? Обороты двигателя. А, это ручной газ. Всё, я понял. Это ручной газ, трудяги. Вон она, она, двигается. Ой, это как КамАЗовская. Ух ты. Элара. Масса. Больше они, говорит, не стремятся. Ну, сейчас мы их посмотрим. Так, чё-то я не помню, как это сцепление работает. А, это даже не газулька. Интересно, интересно. Так, сейчас капот будут люди открывать. Воздуховоды. Штурочка. Мы почти лакшили. Воздуховоды. Так, вот давайте прям по воздуховодам. Смотрите, тут всего два. И тут два. Четыре воздуховода на вот эту всю кабину. Интересно, интересно. Интересно. В общем, ППП и мосты от старого трактора. А вот раму они, типа, говорят, сами всё делают. Ну, значит, тоже все одинаковые. Стоит данная моделька 8 миллионов. Не удивляемся. Не удивляемся по ценам. Ну, по 7 миллионов мы получаем обычный восстановленный трактор.